Привет, друг! С тобой Эван. Мы продолжаем играть на сервере CCD Planet Server GTA 5, всё как всегда. И как ты понял по названию и по превью ролика, сегодня мы купим самую дорогую тачку на этом сервере. Поэтому я желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита. И мы начинаем. Конечно, если быть честным, это не самая дорогая тачка на этом сервере, потому что здесь присутствуют разные эксклюзивы. Но это самая дорогая тачка из тех, которые можно купить в автосалоне. И, конечно же, опытные игроки уже поняли, что это Агира, хотя они опытные тоже поняли, потому что я заспойлерил 100% это в названии и в превью, наверное. Наверное, а может, не заспойлерил. Вот это у нас Агира. Поэтому давайте мы сядем в наш легендарный Skyline, который мы прикупили и сделали в предыдущем ролике. Если что, ссылочка я оставлю в описании. Там просто охрененное начало. И с детства, с Варсажа, все как должно быть, с перебивочками. Вася-то ты что, такое вкусное, прям капец. Для какого он даже офигенно на эвакуаторе смотрится. Значит что, пацаны, сегодня у нас 16 июня. Многие, кто смотрели, кстати, мой стрим, который был вот где-то полмесяца назад, вот вам скриншотик вылетел. Где мы открывали две... Ну, почти две тысячи, да? Мы... А, подожди, нет, две тысячи у меня было. Две с хером тысяч кейсов. Или 1700? Не, подожди, не две с хером. 1700, вроде, 1800 кейсов мы открыли. Да-да-да. И нам гель заспойлерил не выпал. Нам выпало всего 50 миллионов. Вот, и я много раз говорил, что, Эван, а что ты будешь делать с такими деньгами, которые у тебя сейчас есть 248, ну, почти 250 миллионов, еще автомобилей куча. Что ты будешь с ними делать? Будешь ли ты покупать бизнес, будешь ли ты покупать дом? Дом не вижу смысла покупать, потому что можно иметь тачки без дома. Ну, возможно, бы прикупил один дом, чтобы я мог спамнить больше, чем один автомобиль, как бы одновременно, да. Бизнес вообще не вижу смысла покупать, потому что одно задание выполнил в день. В принципе, вот тебе и весь бизнес. Вся суть бизнеса потерялась. Стальчик, стальчик. Да, у меня есть гелик, на котором я уже накатал 22 тысячи пробега. Да, у меня есть ешка, есть скайлайн. Но это все мне надоело, и, в принципе, надо что-то заснять, потому что, ну, реально, сервер умирает. Или уже умер. Почти здесь никто уже не играет. Ну, да, вечером там 150 онлайн, 200 максимум, днем. Как видите, сейчас 4 часа дня, всего лишь 60 человек сидит. Вообще, уже все забили, в том числе и администраторы, разработчики этого сервера. Потому что раньше было каждого месяца какое-то обновление, реально. Еще до войны. А сейчас обновление очень редкое. Последним давлением было 3 мая. И то добавили пару тачек. Бля, я бы думал, это у меня уже скайлайн украли. Вот. Поэтому мне ничего не остается, как купить Агеру самую быструю тачку на этом сервере. Самую дорогую тачку на этом сервере. В принципе, вот я ввел в пояс Агера и Верон. Начнем с того, что раньше, как я только не заходил на БУ, когда мне деньги были тоже, да. Я захожу, там 2-3 Агерыста и 2-3 Верона. Сейчас ни Агеру вообще не найти, их раскупают прям капец. Верон и так себе. Меньше раскупают, чем раньше, но раскупают. И самый прикол, что сейчас она стоит... Верон, кстати, за 150 стоял, его уже выкупили. Стоит Агера на за 160. Я понимаю, что это дорого. Понимаю, что вот пару дней назад продавали по 150. На 10 лямов дешевле, по 155 продавали очень много. Но из-за того, что, ну, тупо нету предложений на рынке. Все-все продали, мне нужно ролик записать, как бы. Придется покупать эту Агеру за 160 лямов. Без понтовый у нее вообще номер. С понтовым номером я найти не мог, но мы попытаемся поставить. Я не знаю, включили они эту систему или нет. 160 миллионов. Пока. Это капец. Я помню, как я раньше в Макларенове барыжил. По 4-5 штук у меня было. А сейчас у меня есть Агера, мать твою. У меня 2506 уровень и у меня теперь есть Агера. Я теперь могу понтоваться. Убираем скайлайн. Где наша Агера? Он что делать нехуй или что? Ну, в принципе, вы видите, что сейчас, как бы, с CCD. Полный пиздец происходит. Куча долбоебов неадекватных, которые вы, в принципе, сейчас видите. Пока я записал начало, меня пару раз убили. Пацаны, вы хотите погоняться? Ну, давай погоняемся. На своем X6, блядь. Меня бесит, что уже, блядь, этот X6 не могут пофиксить, блядь, полгода. Что, кто не знает, X6, Lexus, которые самые дешевые, типа, сотка, крузак 470, вот. И, как бы, да, снимаю. И, как бы, еще там пару автомобилей, они бронированы, сука, в прямом смысле. То, что ты человек, который находится в этом автомобиле, ты его никак, сука, не убьешь. Но он тебя может убить, блядь. Ну, пофиксите вы эту хуйню, либо уберите на какой-то момент этот автомобиль. Вы же Ауди пофиксили, которая А4, или А6, которая появилась в последнем обновлении, что на 520 ехала. Пофиксили. Почему я эту хуйню не могу все пофиксить? Ну, это бред. Короче, блядь, я что-то не понял. Она ебает, капец, как. Что я хотел сказать. Прикупили мы ее за 160 лямов. На Агере я, в принципе, катался у моих зрителей. Что мы сейчас будем делать по плану? Я думал ее, если честно, перекрасить, потому что, когда я утром заходил, смотрел на эту Агеру, она была черная внутри. Но она, сука, в охуенном цвете. Она в таком вот темно-темно-темно-синем цвете, который на солнце переливается. Не, ну, мне кажется, цвет пиздатный. Ну, можно, конечно, сейчас поехать проверить там какой-то белый, черный, красный, я не знаю, какой еще. Диски чел писал, ну, какой-то дорогие, но они не особо дорогие, потому что такие диски у меня стояли на R8. Но они сюда вписываются прям по дизайну очень, потому что здесь есть белые линии по кузову, белые линии на дисках. И это охуенно. Все, что здесь не хватает, это номера. Но сейчас же на соседе отключена эта херня с номерами. Может, ее подключили, я не знаю. Я бы поставил сюда какой-то EVON 3777, либо что-то такое, либо, ну, перевесил хотя бы старых автомобилей. А, кстати, здесь еще двери открываются, бля. А, кстати, а что по тюнингу? Ну, тюнинг, мне кажется, не будет почему-то. А может, есть. Ну, да, не будет. Вот. Сейчас давайте заедем, посмотрим цвет. Ну, реально, Batmobile, ебучий Batmobile. Сори за много мата, но не могу. Не, ну, цвет охеренный. Вот, реально, ярко-синий металлик, ну, прям вообще, ну, прям реально сказка. Первого лица я не включу, да? Ну, да. А, давайте, какой можем сделать? Ну, например, красную. Давайте сделаем черный металлик. Красная. Ну, ну, вишневая такая. Неплохо, согласен. Белая. Белая. Ну, тогда вся эта херня с белыми полосками теряется. Ну, так-то она тоже прикольно смотрится. Ну, нет, черная. Черная, но это скучно, лично по мне. Какие еще цвета ей идут? Вот, можно какую-то а-ля вот такую, что-то такое. Но, такие я уже видел, тоже не очень. Розовую? Блин, ну, розовая это что-то новенькое, но не в этой серии. Серая. Серая, кстати, серая, серая гера. Нет, 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 нет. Остановимся, мы найдем на синим, ну, ну, бля, реально охрененный цвет. Не знаю, мне очень вкатывает. Прям капецка вкатывает. Еще хотел сказать, знаете, пацаны, мне обидно, что именно в МТАО вы увидите обычную агеру, просто обычную, да? А в GTA V агера RS. Да, в жизни это пиже, что она RS, у нее там сухлепластик, хотя она и так сухлепластика вся, но у нее есть вот такие вот жабры спереди, сзади, такой вот спойлер, такие всякие, блядь. Я забыл, как это, когорты или не каборты, как они называются, это сплиттера, диффузера, ну, такое, такое, реально. Ну, я любитель, как бы, обычных автомобилей. Да, был бы прикольно, но CCX добавляет это, если что, вот, вылетело, это, можно сказать, батя агеры, как галардый хуракан. Вот, он еще такой, обычная агера, которую мы видели в фильме, как бы, Need for Speed, там, где была красная, черная, вроде красная, белая и серая, вот. Вот, они прям охрененные, они у меня прям отпечатались в памяти, они мне очень понравились, можно сказать, с этого фильма я и полюбил их, ну, конечно, еще в играх. Вот, и что я хотел сказать, что, блин, обидно, я бы хотел, чтобы здесь была обычная агера, а не какая-то там RS. Да, это Pigeon, ну, бля, ну, по-колхозному же это все смотрится, нет, это же какой-то, блядь, NASCAR, не знаю, ну, это не NASCAR, но это, блядь, какие-то трассовые гонки. Знаешь, что у нас, чел Кирилл Тимов на Агере, Тони Яю, этот чел, вроде, это же топ-1 сервера, да? Ну, да, почти 9000 уровней. Посмотрим, сколько мы будем ехать, потому что лучше это, у меня на Гелике было 7 секунд, 265 место. А надо было тонировку поменять. Ран отпустил. Ну, я не успел разогнаться, 6,9, ну, это залупа. 7,2, это пиздец. Ебать, М8 меня дергает, это пиздец. Это пиздец. А у тебя М8 на старом? Да нахер я ТЗУ покупил? Купил бы М8, там, лямов за 30, нормально. Только что я перепробовал 4 чипа или 5, и нифига не получилось. 6,5 это лучший результат на Агере, хотя там чел ехал за 4 секунды, на можно он как-то багал туда-сюда, я не знаю. Но факт остается фактом, он как-то это сделал. А у меня максимум 120 место, даже не топ 100. Понимаю. Короче, мы сейчас находимся возле ЕКХ. Давайте проверим, подключили эту систему или нет. Мне кажется, не подключили, просто если бы они ее подключили, они бы где-то написали. Давайте напишем. ЭВН77, сколько такие бы стоили? Ну да, недоступно. Не подключили. Обидно, что не подключили, потому что я бы сейчас поставил сюда номерки, ну сколько они там лямов 7 бы стоили и кайфовал бы. А так придется ездить на ТРН67370. А если даже вот так, например, вот так, да, сука, нельзя. На хоть почепу фуловое, потому что не смотрел. Но по идее фуловое должно быть. Ну да, фуловое. Пока мы едем в аэропорт по классике замерять 0100, 100, 200, 200, 300, я вам расскажу, почему же я все-таки взял Агеру, а не Вейрон. Потому что Вейрон я очень давно хотел, еще когда он вышел. Во-первых, Вейрон стоит на 10 лямов дешевле, чем Агера. Это как бы плюс, потому что даже меньше. Вейрон стоит 171 миллион, Агера стоит 180 миллионов. Но Вейрон едет как бы 430 километров в час, а Агера 450. Как бы за 9 лямов 20 кемачей. Это не хухры-мухры, так что Агера в этом выигрывает. Но в принципе и основные плюсы все, что то двухместное, что то двухместное. Только Агера выглядит как бы посовременнее немножечко, чем Чирон. Я выбираю никакой Чирон, Вейрон. Но если добавить Чирон, то я Агеру скорее всего на Чирон поменяю. И мне кажется, Чирон будет стоить там около 250, ну как раз, да. А мы приехали тем временем в аэропорт. Нажимаем К, раздуваем. Поехали. 1.1, 1.3, 4.2, бля, а почему так херово наедет? 0.9, 1.4, 3.9. Да. А вид от первого лица? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ты посмотри, какой у нас здесь салон. Типа все в алькантаре, ну типа, карбончик. Я не знаю, ну очень странный карбон, прям очень странная текстура. Вот. Спидометр работает, кстати, нормально еще причем. Ну то, что вот двери вот так открываются, не, ну это дикий понт. Это реально понт. Хоть у нас сзади спойлер типа адаптивный, как в реальной жизни, но на CCD решили не заморачиваться, сделали его просто статическим. Бля, черон-то, ой, верон-то попиже, у него спойлер вылазит. А вас не смущало только что, что мы, блядь, подъехали на агере за 160 миллионов? Справа стоит верон за 170, и навстречу поехал верон за 170. Сейчас я приеду на буу, и там еще одна агера будет стоять, 100%. Вот. Ха, блядь. Мда, я, я, я молчу. Ну, пацаны, этот видос выходит не особо длинно, поэтому в этот видос мы еще вставим вставочку, вставим вставочку, конечно, да. Когда на стриме я пообещал, что рандомому челику, который уровень будет ниже 10, мы подарим какую-то тачку. В итоге этого челика я нашел сразу же по стрима, и мы подарили ему автомобиль, который стоит, сколько там, 2 ляма, да? О, ссоришься, я так долго. Ты здесь, да? Алло, да, да. Говорю, ссоришься, я так долго. Что ты говорил, после этого, после вайпа, все обнулилось, забрались, да? Да. Ну, типа, я начинал, короче, понял играть, там с друзьями компании играли, мы с МТА уже сюда перешли. Ммм. Играли-играли, где-то в меньше недели. Ну, типа, я забросил, и сейчас вот зашел, и все. Ну, типа, дальше решил поиграть. И я не понимаю, короче, зашел, непонятно, автомобиль, или что-то такое. Модельки новые добавили? Ну да, новые. Он возьми одежду в лантере. А что это за барыги скинули? Какие? А вот эти, эти барыги. А что это? Поехали, я тебе одежду скину, вот. Сейчас, пацаны, мы поддавим тачку. Вот, нажимай на R, вроде тачка открыта. Можешь посмотреть багажник и забрать, что у меня там есть. Забрал? Да, 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 сейчас. Короче, он попросил одежду, сейчас мы ему дали одежду, сейчас как-то его... Опа. Ну, первое время пойдет. Главное, чтобы не в трусах. Получше. Как-то на Можестике начинал у меня, когда тоже, короче, там ребята были, новичкам помогали мне, когда увидели в трусах, садали. Подумали, короче, что я че, или там, ДБ. Садись. Понятно, о чем вообще планируешь заниматься сейчас? Я говорю, как ты сказал, еще за десятый уровень, а поэтому... Ну, да. Ну, там дальше, типа, задания. Угу. А, ты вот говоришь, что это фиолетовый, у тебя вот красный написано. Ну, у меня, типа, фракция бандита, не красный. Фиолетовый, это фракция... Бля, не помню, как они называются. А, типа, что лучше? Корпораты, вот, фиолетовый, точно. Лучшие, конечно же, бандиты. У них две территории, можно лутать плюс-минус 500 тысяч в день. А ты, как говорил, играешь в МТА на каком сервере? Сейчас, пацаны, мы его подвезем. Ты играл там? В МТА. Ну, в МТА я играю, в МТА, да, именно CCD. На каком сервере? Ну, я играл и на втором, и на шестом. А, не, я на четвертом. Ага. Нет, так, я играл, то есть, я был в официальном плане. Если знаешь вообще, по официальным планам, это Elegant Community был план. Ну, точнее, есть он по сей день. У меня Соклан вышел, то есть, ушел с проекта, передал мне имущество. Я знаю, как у человека деньги, то есть, человек пошел, купил мне флаговые номера с аукциона, долг, получается, и скинул мне. А потом я просто челик и перевозил 80 миллионов, покупая его акту с аукциона, меня банят по 1-6. Ну, это было полгода назад. А в ютубчике, что, ты кого-то смотришь в МТА? По ютубу? Мм. Ну, МТА, Легитая 5 вообще. Интересно так, чисто для себя. Ютуб? Да. Ну, в МТА только булки на видео и все. А по GTA 5 нет. В GTA 5 я видел какого-то щелика, просто изи вроде, он что-то там обзоры на какие-то тачки снимал. А, то есть, их двух и все, да? Больше так-то никого. Понял? В GTA 5 он не так сильно, кто-то забанили в МТА и все. Так вообще, я вам так, все. Все. Короче, благотворительная организация. Так как ты новичок, не нуждаешься, мы решили тебе сделать подгончик. Так что сейчас ему на меточку заедем. Нам не жалко... О, блядь. Автомобили. Давай лансер ему предложим. James P. Спасибо. Надеюсь, он тебе поможет на первых стадиях развиться. Еще раз. Это вот этот вот? Да, прям вот этот, на котором ты ездил. Офигасе, спасибо. Раньше люди были злее, когда мы только начинали. Да, есть такое. Вообще не было. Все, теперь будешь ездить, тебя по телевелу. Быстрее будет. Тачка нормальная, тюнинга много. Если хочешь, можешь переделать. Тачка вообще будет хотя бы. Да, будет вообще, не будешь пешком бегать. Можешь в 3, кстати, заспавнить. Посмотрим. Оу. Пушка. А сколько у него максимум? А, не знаю. Я на нем не особо ездил. Поехали, затестим. Поехали. Но он ускоряется прям бешено. Нормально, попробуй. Ладно, я не буду тогда задерживать. Лучше всего тебе сейчас идти на эти, на курьеры. На курьеры. Там апать левел. Ехать на какую-то палетку, либо ферму, либо электричество. Там ты сможешь быстро прокачать уровень до 10. А дальше уже задание. И там по-быру мы вообще прокачаемся. А, короче. Давай, удачи. Давай, спасибо большое, что я не могу говорить. Все, уезжай в закат, да, красиво. Со шлифом давай. И уехал. Блять. Только подарил уже лансер, разъебал. Ну, у меня, в принципе, на этом все. Вот такой я туда слышал. Прикупили с вами самую дорогую тачку на этом сервере, которая продается в автосалоне. Замерили, погонялись. Поняли, что на нее особо нету тюнинга. Она уже выглядит прям очень симпатично. Ничего, в принципе, с вами не поменяли. Очень продуктивная серия, да. Подурили игроку, как бы, тачечку. Он был очень рад. Я надеюсь, тебе этот ролик понравился. Подписывайся на канал. Здесь выходит очень много интересного, полезного, веселого контента. Не знаю, стоит ли сейчас играть на CCD, но потому что реально на него разработчики забили. И снимать здесь больше нечего. Пиши свои идеи в комментариях. Все читаю, все смотрю, все лайкаю. Нажимай обязательно на лайкос. Помоги продвинуть этот ролик в топ. Нажимай на колокольчик, чтобы всегда смотреть мои ролики первыми, никогда их не пропускать. Ну а с тобой был Аван. Всем желаю хорошего дня. Всем удачи, пацаны. И всем пока.